Всем привет! Сегодня я буду собирать свои художественные материалы с собой в поездку. И я решила снять об этом видео. Вдруг вам интересно, какие арт-материалы я беру с собой в дорогу. Надеюсь, что вам интересно, поэтому ставьте лайк авансом и поехали! Первое, что у меня лежит на столе, это, конечно же, скетчбук. Это мой маленький скетчбук, который я сейчас веду, и я его и возьму с собой в дорогу. Он очень маленький, легенький, очень удобный формат, чтобы брать его с собой. Раньше у меня дорожным был вот этот скетчбук. Он достаточно большой, что-то типа 18х24. Вот у меня здесь даже лежат какие-то вкладыши с дороги до сих пор. Очень много где со мной был этот скетчбук, но очень мало где я в нем рисовала. Я не знаю, буду ли я этот скетчбук брать с собой, потому что вроде как у меня есть традиция его везде за собой таскать. Но я в нем обычно мало что рисовала, и он достаточно большой, и, ну, такой потяжелее, конечно, чем вот этот. Маленький скетчбук я с собой точно возьму, а насчет этого я подумаю в зависимости от тяжести моего рюкзака. Хотя мой рюкзак, он всегда супер тяжелый. Я из тех людей, кто лучше что-то возьмет, и мне это потом не пригодится, чем я это не возьму. Поэтому обычно я половину квартиры с собой собираю куда-либо. Дальше как раз то, что я хотела вместе с вами собрать, это акварель. До этого я носила акварель с собой в пенале Белой ночи в пластиковом, но у меня здесь сейчас лежат цвета, которые никуда не влазят больше ни в какие коробки. Вот, поэтому мне не хочется уже разбирать этот пенал. Я решила оставить этот пенал просто домашним с дополнительными цветами и купила металлический пенал. Это мой первый металлический пенал для акварели, потому что, ну, я считаю, что они незаслуженно дорого стоят, возможно, но решила себе позволить, скажем так. Я купила от Vista Artist, потому что он чуть подешевле, чем от Белых ночей, и он есть в белом цвете, а Белые ночи только фиолетовые. Вот так вот он открывается. Здесь палитры больше, во-первых, чем в пластиковом. И здесь есть вот такая металлическая штуковина для кювет. Я долго думала, оставлять мне ее или нет, и в итоге решила оставить. Я хотела ее вынуть, потому что я думала, что без нее уберется больше кювет, и без нее пенал становится значительно легче, что на самом деле плюс в дороге, и значительно меньше гремит без нее. Но потом я потыкала кюветы сюда беспорядочно без нее, и они как-то кривенько лежат, мне это не нравится. Поэтому, ладно, пускай эта вкладка и тяжелая, но зато она действительно держит кюветы на месте. Я напечатала на 3D принтере себе кюветки, 12 штук. Очень удобно в этом плане, когда у тебя есть 3D принтер дома. И сейчас я буду заливать в эти кюветки цвета из своей основной палитры и добавлять их сюда. Я не буду выбирать какие-то новые цвета, я воспользуюсь теми, которые уже лежат в моей основной домашней палитре. Здесь у меня 18 вроде бы цветов или 16, нужно будет выбрать 12, но я думаю, это не будет большой проблемой. Но прежде чем я начну заливать краски в кюветы, я хочу переделать немножко сам пенал, потому что мне не нравится вот эта загогулина висто артистовская. И можно попробовать это стереть жидкостью для снятия лака, но я не хочу в случае чего испортить просто весь пенал разводами какими-то. Поэтому я буду делать что-то очень необычное для себя, я буду заклеивать наклейками. На скетчбуках, как вы знаете, я не очень люблю наклейки. Я сначала думала заклеить своими наклейками, но у меня они достаточно большие, плюс они напечатаны просто на бумаге и они очень-очень быстро испортятся на этом пенале. Поэтому я буду пользоваться наклейками от MPM Art по тематике Royal Talents. Наконец-то они мне хоть где-то пригодились, мне их тоже было очень жалко. У меня два одинаковых листа, но пользоваться я буду одним. Возможно, красная наклеечка была уже немножко лишней, но если что, я ее отсюда отковыряю. Просто мне хотелось вот это «Yes, I'm an artist». Ладно, достаю свою обычную палитру, заполняю эту палитру кюветками и начинаю заливать разные цвета. Какие-то придется упустить, но я думаю, это ничего страшного. Первым цветом, конечно же, будет единственный желтый в моей палитре – Transparent Medium Yellow от Van Gogh. Когда тебе нужно много открывать кюветы Van Gogh или Rembrandt, это просто привет травму пальцев. Я не буду очень много краски наливать, потому что это все-таки дорожный кейс и, скорее всего, много мне не понадобится. Думаю, что пироль оранжевый я пока что пропущу. Несмотря на всю мою любовь к этому цвету, он не самый обязательный в моей палитре. А вот дальше самый обязательный – неаполитанский желтый-красный. Разравниваю краску по кювете, вот так вот немножко трясу, и она растекается. Очень клево получается. В целом, если вы хотите подробно посмотреть, какие у меня здесь цвета, то лучше посмотрите то видео про палитру, где я прям обосновываю каждый цвет, почему я его выбираю. На самом деле, сейчас я уже считаю, что я не совсем правильно подобрала палитру, потому что я выбирала цвета просто по принципу того, какие самые мои любимые. И они на самом деле могли ведь и плохо работать друг с другом. Мне просто повезло, что я выбирала уже цвета нормальных брендов – Rembrandt и Van Gogh, у которых практически всегда получаются чистые смеси. Поэтому у меня в палитре все смеси работают хорошо. Но, по сути, выбирать смеси по тому, какой цвет твой любимый – это не всегда хорошо. Дальше красный хинокридон «Белые ночи». Он засох? Нет, вы шутите. О, выдавился. А почему он так долго не выдавливался? Что такое? Он как будто загустел. Да, «Белые ночи». Все с вами понятно. Фиолетовый я пропускаю, потому что его спокойно можно намешать. И дальше беру ультрамарин от Van Gogh. Почему вот краски Van Gogh, которые у меня уже тоже лежат около года, до сих пор в идеальном жидком состоянии? А красный хинокридон от «Белых ночей» загустел? Знатоки, внимание, вопрос. Какая акварель лучше? Первую строчку мы заполнили. Идем дальше. Ну, без индонтренового синего я точно никуда не поеду. Так, индонтрен. Дальше цирулиум. Первый тюбик, который мне за сегодня пришлось открывать зубами. Ой-ой-ой-ой, связующее потекло. Нет! Стоять. Да, взбалтывание не помогло. У цирулиума все равно какая-то проблемка со связующим прошла. Вытек гумиарабик немножко. Ну, ладно. У зеленого кобальта вытекло все связующее, просто как сопли. Ну, не все, но вот оно вытекло. Просто пока тюбик вот так лежал. Он приклеился там еще к другому тюбику, и краска стала еще более густой, еще более похожей на червячка. Такая вот палитра у меня получилась. Наверное, мне нужно будет потом палочкой перемешать все цвета как цирулиум, чтобы они очень красиво здесь смотрелись, а не как рандомные червячки. О! А наклейка Е Саймон Артис взяла и отвалилась. Нет, ладно, я ее все-таки пока верну на место. Несмотря на то, что она мне показалась лишней, и она решила отвалиться, я ее пока что верну на всякий случай. Вот такой вот набор у меня получился, акварельный, дорожный. Пишите, как вы акварель с собой возите. Вообще, возите ли? Если да, то в каких коробочках? Может быть, вы вообще огромные коробки по 36 цветов таскаете? Я, например, когда-то ездила с белыми ночами 36 цветов. Просто они очень тяжелые. Последнее, что нам с вами осталось собрать в этом видео, это пенал. Дорожный пенал у меня безумно стрёмный, старый, но его хотя бы не жалко. Он меня ужасно раздражает. Этот пенал я купила на каком-то аниме-фестивале у нас в городе, когда еще был популярен Дэдпул, вот когда первый фильм выходил. И сейчас меня этот пенал дико раздражает, он дико побитый жизнью, но, как я уже сказала, зато его не жалко, и он с двумя отсеками. Сейчас дома у меня в нем лежали текстовые делители для моих занятий, когда я на курсах занималась. И здесь также лежит автоматический карандаш с грифелями. Это я оставляю, да и ручку, в принципе, оставляю. Дальше что я беру с собой? Конечно же, я беру с собой карандаши. Красными и синими карандашами я обожаю скетчить. И вот недавно мне подвернулись Виста Артиста новые карандашики. Очень надеюсь, что они хорошие. Как видите, я их еще почти не тестировала. Мне просто очень-очень надоели красно-синие карандаши, вот эти двухсторонние. Они быстро кончаются, они обычно очень плохого качества, плохо точатся. Поэтому вот, наконец-то, нашла у нас в городе поштучные карандаши и купила красных и синих. Так что они, конечно же, со мной поедут. Насчет ластиков, обычно я беру с собой какие-то огрызки. Вот нашла на столе огрызок ластика, кидаю в пенал. Хотела вам показать свою точилку, но не вижу сейчас ее на столе, поэтому у меня такая крошечная обычная точилка, даже без сейфа для опилок. Попозже ее найду, положу в этот пенал. Еще я хочу взять с собой акварельные маркеры. Ну, просто чтобы что-то выделять. Спиртовые я не хочу брать, потому что они протекают на другой лист. Меня это дико бесит. Не то, что они протекают на следующий лист, а в смысле, что они просвечивают на обратной стороне листа. Вот, поэтому я в дорогу предпочитаю брать акварельные маркеры. Хоть они и чуть похуже рисуют, как по мне, но зато они более практичные. Вот, это у меня такой телесный. Еще, наверное, из Ecoline я возьму серый. Вообще, можно целый набор взять. Но, наверное, я отсюда возьму только три серых, которые в холодных оттенках. Вот эти три. Ой, нет. Или, ой, да. Да, вот эти три серых я возьму. Телесный один я уже взяла, но давайте тоже еще один возьмем. Из цветных акварельных маркеров я даже не знаю, нужно ли мне что-то. Возможно, какие-то любимые цвета отсюда потом выцеплю, но на самом деле мне акварельные маркеры вряд ли понадобятся. У меня акварель с собой. Кстати, для акварели нужны кисти. Для акварели нужны кисти, и, конечно же, я беру кисточки с резервуаром. Наверное, соберу все, что у меня найдутся на столе. Я ими не пользуюсь, как кистями с резервуаром в обычной жизни. Мне просто очень нравится ворс. И также в дороге они имеют преимущество перед обычными кистями в том, что у них колпачки. И ворс никак не взаимодействует с другими материалами в пенале. Если взять просто вот такую кисть, то она еще и вся истреплется по дороге, что не очень клево. Дальше линеры. Я возьму черные, самые универсальные. Micron PM. Самый универсальный линер. И вот какой-то дешевый у меня здесь есть. Вот этот от Malewich Graffart мне очень нравится. Он у меня уже заканчивается. Возможно, перед поездкой надо бы успеть еще один заказать. Он с кисточкой и он тоже дает классную разницу толщины. Там чернила не очень, но сама кисточка классная и в дороге самое оно. Ну и гелевую ручку черную на всякий случай возьму. Все, найду сюда еще точилку. И, наверное, это вот самый такой строгий минимум, который мне может пригодиться. Ну что, вот такое вот получилось ненапряжное полувлоговое видео. Я вместе с вами просто пособирала свои любимые арт-материалы себе в дорогу. Пишите в комментариях, было ли вам интересно такое видео. Пишите в комментариях, какие арт-материалы вы с собой берете, если куда-то едете. Мне будет очень интересно это почитать. Сравнить, может быть, что-то. Поставьте, пожалуйста, лайк под этим видео, чтобы его увидело как можно больше человек. Напишите комментарий от четырех слов в поддержку. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Поставьте колокольчик, чтобы точно не пропустить новые видео. И до скорых встреч!